Вместо морских пейзажей и церквей предложение о недорогих путевках и дачных теплицах. Дизайнерское ноу-хау от северодвинского художника граффити рискует исчезнуть под ворохом объявлений. Расписанные красочными картинами остановки, которые украшает город, расклещики объявлений заклеивают бумажным спамом. Это объявление о теплицах в буквальном смысле пригвоздили к дереву. Видимо, рекламщики посчитали, что расположив предложение над подводной лодкой, будут выгодно отличаться от конкурентов. Объявление на расписанной остановке, которую разокрасил северодвинский граффитчик Илья Мартынов в дню города, заметили прохожие. Для этого необходимы именно какие-то специализированные доски, места. А так, я, конечно, тоже против этого. Куда приятнее смотреть на такие вот, сказать, граффити-то не граффити, не знаю, как это называется, но это очень красиво. Те, кто портит эти остановки, безусловно, скажем так, не уважает и сам город, в котором живут, и тех людей, для которых это было сделано. Поэтому, на мой взгляд, действительно, люди, которые недобросовестно занимаются своей коммерческой деятельностью, для того, чтобы осуществлять какие-то рекламные объявления, расклеивать, для этого есть специальные места у нас, соединенные в городе. Эти остановки стали первым необычным опытом в Северодвинске. К реализации задумки готовились целый месяц. Само оформление потребовало несколько дней. Теперь уникальные остановочные пункты выгодно отличаются от неукрашенных товарищей. Я ехал из города, совершенно случайно обратил внимание, потому что движение плотное. Очень интересно, очень такое правильное начинание, вы знаете, вместо того, что здесь было, абсолютно неприглядная остановка. Это очень правильно, это очень приятно смотреть на это, украшает наш город. Мне не нравится, что заклеивают. Какие-то люди вообще без каких-то моральных что ли норм. Зачем заклеивать рекламу и рисунок? Совсем они какие-то жадные. На днях Илья разукрасил двор на Приморском бульваре. Теперь эта детская площадка самая красивая в городе. Помочь с оформлением попросили жилищники. Работы Илья провел за символичную плату, чтобы окупить специальные краски. Художник надеется на бабочек и цветы, у вандалов не поднимется рука. Елена Киева, Дмитрий Сватковский, Вестник Северодвинска.